Могу. И ты будешь учиться клеивать, да? Мастерить. Это классно? Ну да, я раньше на робототехнику ходил. Тем более, а что перестал? Роботы всех сделал? У вас занятие прикольное, робототехнику сбросил, а к вам пришел. Блин, зря. Робототехника, ты бы руками умом всякие штуки бы придумал, руками делал, а здесь бы ты был, чтобы руки сильные были. Мне там компьютеры и инструкции, а ты там собираешь всякие штуки. Они уже готовы, тебе их надо собрать просто. Запчасти уже есть, да? Ты их не сам выпиливаешь, запчасти. Я понял. Ну все, лады. Ты, в общем, выбрал пока гимнастику для тренировок. Да. Молодец. И шахматы. И шахматы, молодец, молодец. Гимнастика для тела и гимнастика для ума. Ага. Шахматы это для ума, а вот эта гимнастика для тела. Молодчик, я тебя поздравляю. Ты хороший выбор сделал. Сегодня другу помогал антенну сделать. Ставить? Да, ставить. Так, поставили? Да. Сколько каналов? Подержал. Сколько каналов ловит? Ну какая антенна, телевизионная или радио? Что за антенна? Я не знаю. А, просто антенна? Другу, 14-летнему, который? Да. Молодец. Еще провод помог там соединить. Это он мастерил что-то? Да не, антенну чинил, плохо связь ловил. Ага. Так есть же люди, специалисты, специально можно позвонить, и они придут починят. А мои деньги отдать? Нет, даже безоплатно, если это какая-то фирма. У него антенны по фирме, например, знаешь, вот есть Билайн ТВ, или МТС ТВ, или Каскад ТВ. Или он самодельную? Самодельную. Самодельную. Ну тогда самому все правильно. Так, Никит, братух. Горка-впадинка делается чуть-чуть по-другому. Ты же помнишь, на прямых ножках. Да, прогнул спинку, теперь таз поднял, таз поднял, ножки выпрямил, таз поднял, а голову вниз. Молодец. Прям прогиб, оп, вот так надо делать, и так, и когда ты сделаешь, ты будешь потом, можно прям, тык, как кошка, как кошка отпрыгнуть от пола. У тебя котенок есть или кошка? А да, и собака. И собака, ты рассказывал. Вот иногда кошка, знаешь, как высоко может подпрыгнуть, особенно когда неожиданно подкрасть, а бук, она просто подлетает. Очень круто выглядит. И собака может высоко. Прям, ну, вот такое вот окно, и он прям слегка сюда прыгивает, да, отсюда. Круто, но терпи, терпи, на перерывы терпи, классно, да? Сергей Сергеевич молодец, он знает, что орешки все любят. А печеньки? А печеньки не знаю пока, где-то надо посмотреть. Да, это еще перебор. Это еще перебор, да? Печеньки в субботу давай тогда. Ладно, в субботу как раз будут монеты. Много, много, да, много будет времени тренироваться, много людей будут тренироваться, и чтобы все угостились печеньками, орешками. Может, даже какой-нибудь, не знаю, там, еще полезный, что-то еще. Давай, давай, пыхти, кряхти, занимайся, молодец. Терпение и труд все перетрут. Такой куда-нибудь, мостик, того, да. Так, теперь складка, мостик, поехали. Садишься на пол, наклончик вперед, мостик раз. Мостик, ты помнишь, такое крутое упражнение? Его надо очень делать. Ты потом сальто будешь делать, когда ты мостик хорошо делаешь. А сальто это прыжок, переку ворот. Да, у меня есть посед, у нас во дворе есть батут, и он в батуте это сальто делал. Там арабское, там переднее, заднее умеет. Молодец, с батутом делаешь, а ты сможешь с пола, если только хорошо по тренируешься. Все, давай, перезай, делай. Вот прям сегодня погода хорошая. Погода классная. Ага, я сегодня со школы шел, а мы же на технологии мусор убирали. Так, я схватил. Да, лично. Ага. Завтра в 10.30 пройду, потому что одного урока нет, завтра 4 урока. А почему? Почему уроков нет? Ну, это 3 урока, 3 урока. Ну, одного урока к чему не будет? Какая причина? А просто учились, и надо куда-то уехать. Ага. А она приедет? Да. Ну, все, класс. Никита, вот, пока, отставить складкомостик. Горьки платим, садится. Садится мостик. Ты уже горьки платим, который сделал. Давай складочку, мостик. Я знаю, что это трудно и не очень нравится, но надо делать. Оно, я тебе даже скажу как по секрету, оно многим не нравится, потому что оно очень трудное. Но зато ты потом сможешь вообще такие трюки классные делать. Они очень простые, но они очень зрелищные. Например, выйти, бах, из мостика выйти в стойку на руках. Вот так вот, чик, назад перекуворачиваешься, прям в стойку на руках выходишь. Это даже как ниндзя может быть, даже круче, чем как ниндзя. За годик, если ты потерпишь, вот за годик. Никак ниндзя, а супер ниндзя. Даже лучше. Или русский ниндзя. Даже лучше. Казак, как русский супер казак, пластун. Или просто Витязь, как супер Витязь. Пух. Видишь, как ты силой мостика пух этот заставил вверх подняться. Давай, качай. Сейчас я музейцу включу. Какую-нибудь сказку включу, руссконародную. Или лучшие мысли человечества. А музончик будет? Конечно, конечно будет. Какой? Ну, интересно какой. Как только начнем уже более движуху, поинтереснее, пободрее. Давай, начинай двигаться. И сейчас я бодрый музончик включу. Какой-нибудь. Либо наоборот, к такой, знаешь, медитативного характера, спокойного. Сейчас посмотрим. Не, я хочу этот. Бодрый? Угу. Сейчас мы разные поставим. И такой, и другой, и всякий. Сейчас проверим. Чуть-чуть такой, чуть-чуть другой. Угу. Так, уже это девять раз делали. Девять раз, молодец. Я не обману. Я верю, верю. Десятый. Это спокойно. Сейчас, погоди, может, она разгонится дальше. Ой. Ой. А это, помню, моего брата планшет заглючил у младшего. А оказывается, это родительский контроль. Ну, на час? Нет. На весь, на, прям, на всю жизнь. А, он тебя плохо вел? Нет. Он просто сам включил родительский контроль. Он просто маленький, три годика. И это, даже мама с папой не могли разобраться. А я разобрался. Ну, и молодец. Потому что я мастер, я уже... Ну, ты же, если на робототехнику ходишь, конечно же, понимаешь. Ну, не, я шесть лет, это, с этим планшетом играл. Шесть лет. А это твой младший брат? Да. Что-то делал. Играл теперь. Поздравляю. Будешь потом помогать, да? Ну, он прям разбитый, так. Один угол я разбил, а моя сестра старшая на шесть дней. Со степного приехал, как его скинул с окна. Пойдем температуру померяем. Нормальный же музон? Да. Он как бы и спокойненький, да, и вот эти битки бодренькие. Такая, можно позаниматься спокойненько, внутрь себя как бы посозерцать. Так, у нас сегодняшнее число, помнишь, какое? Восемнадцатое. Да. Так, давай отчетливо и бодро фамилии, имя, отчество называй. Белов. Белов, Никита Дмитриевич. Да, молодец. Белов, Никита Дмитриевич. Точно, Дмитрий Викторович? Да. Молодец. А тема, температура самая. Температуру доставай, сам ей. Вот, вот здесь вот померяй, где сгиб локтя, да. Прям прижимай и на кнопочку нажимай и подержи. Пальчиком так на кнопочку нажимай вот здесь. Да. А ручку можешь раскрыть. Ты вот так вот берешь, как пистоль, прижал, оп, нажал и подержал. Там циферки насветятся. Сколько? Там уже показал тебе, 888 градусов. Все нормалек. 36,4. Будешь жить долго и счастливо. Ой. А в один момент у меня... А помню, я болела, у меня голоса не было. Так, ладно, длился. Сильно в гору болел, температура 39. А куда голос делся? А, пропал сам. Я ничего не орала. Он ушел погулять, голос, да? Он что сказал, когда вернется? Он вернулся уже? Да. Где гулял, что рассказал, голос? Ты его спросил, голос, ты где был? Он к бабушке ходил, да, к дедушке ходил. Шичу, конечно. Я знаю, что такое, когда и дышать тяжело, и голова-ва-ва. Это очень... Ну, молодец, поправился. Еще такой момент. Кушать есть лук, чеснок. Это хорошо. Он может быть невкусный, но это полезно. Это как лекарство. Закаливаться. То есть, ну, с разрешением мамы. Ну, сначала чуть-чуть тепленько, потом чуть похолоднее. И так... Да, 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 да. Можно прям наливать в ванну ледяной воды. И прям беши, как унуться, если вдруг нет возможности. Но это разрешение родителей надо делать. И гимнастика. Обалденная вещь. Есть, например, гимнастика на улице можно делать, под солнышком. Ветер дует. То есть, не надо бояться дождя, там ветра. Но надо, чтобы ноги сухом были. То есть, если ноги когда сухом, то будешь здоров. А если ноги мокрые, то спина потом может заболеть. Они быстро охлаждаются. Вот в чем дело. И натираются еще мокрые. Все, Никитос, браток, ну давай, пожалуйста. Все, давай, делай еще 50 раз складку мостик. Потом выпрыгай и понеслась уже. Ладно. Делай, делай, конечно. Дело 12, да. Молодец. Ты все можешь. Я знаю, что ты все можешь. Молодчик. Спокойненько дыши. Наблюдай за дыханием. И за своими ощущениями. Трудно, но спокойненько это же делаешь. У тебя сегодня трехчасовая тренировка или двух? Двух. На два часа? Да, хотя на три. Ну попроси маму или папу. Пусть они побудут, посидят с тобой здесь. Батя же и дома. Ну он приехал. Ну не, они в парк пошли. А когда придет, я имею в виду. Он когда придет, скажет, пап, давай до 9 часов позанимаемся. А ты ему всякие тюнки покажешь, там, полосу препятствий, еще что-нибудь. Ну это по желанию и с разрешения. Никита, не залипай. Ну давай, давай. Братуха, давай, мы в тебя верим. Давай. Ну, мы шестнадцать. Ну давай, как будто бы пятьдесят ты уже сделал. Я тебе подарок такой делаю, как будто пятьдесят. Вышли? Да. Я вспомнил. Только четко, высоко. Иди сюда. Не, ну давай вот на вот этом столбике, чтобы ты перед моими глазами был. Да, да, да. В столбик упирайся. И выпрыгивай высоко вверх. В столбик упирайся. Да. Да? Да. Будешь хорошо, если делать, может быть, будешь делать меньше. Давай. Пальцы в дырки не суй, поехали. Раз. Два. Ай. Терпи, терпи. Ты можешь ручками высоко не держаться, а пониже держаться. Ударился? Потому что опасно. Видишь, даже простые прыжки могут. Вы будете потерпи, соберись, успокойся. Он ни в чем не виноват. Он просто нечаянно тебя толкнул, потому что ты парень крутой. Ты такой крутой, что даже столб бодаешь. А скоро возьмешь его плечом. Типа, столб, ты что здесь стоишь-то? Хоп, его плечом. Он отодвинется. Он скажет, прости, Никит, я пойду в сторону. Постою. Все, головой не бодайся. И знаешь что? Ты столб тяни не на себя, а отталкивайся от него. Наоборот, отталкивайся от столба. Уприся ручками в него. В столб. Да. Нет. Да-да-да. Вот так, да. Уприся в него. Не вот так держись, а вот так уприся. Вот, молодец. Поехали. И отталкивайся. Когда прыгаешь вверх, отталкиваешься от столба. Да, да. Вот, четко. Молодец. Это будет трудно, но зато весело. Есть такой трюк. От стены отталкиваются и сальто делают. Вот ты потом научишься. Типа. Типа того, да. Только высоко прыгать, еще крутиться надо. Четырнадцать. Молодец. Я уж подумал, сто двадцать восемь. Девадцать. Девадцать. Двадцать. Молодец. Молодец. Носи два. Носи три. Носи четыре. Носом вдох, портом выдох. Молодчик. Молодчик. Уже повторяешься, уже тридцать, у тебя уже тридцать, у тебя было два раза двадцать три, двадцать четыре, уже тридцать, осталось чуть-чуть, терпи, брат, вставай, терпи, Никита Дмитриевич, терпи, вставай, вставай, как в кино, да, иногда, устал герой, а ему говорят, вставай. Тридцать четыре, тридцать пять, тридцать пять, тридцать девять, сорок, два. Молодец, бодро, бодро, молодец, уважаю скорость и правильность выполнения. Терпи, носом вдох, ртом выдох, и ты из легких всю гадость, так, выдохнешь, пыль, там много всякого, пыль. Если устаешь, веретенышко покрути, да, все правильно. А можно пятьдесят? Пятьдесят? Ну давай, сейчас посмотрим, может быть пятьдесят. Пятьдесят? Или шестьдесят? Возможно. Пятьдесят один, пятьдесят два. Было же тридцать четыре, тридцать пять, было же тридцать. Сейчас сорок один, сорок один. Давай, сорок один, сорок два. Сорок два. Молодец. Сорок три, сорок четыре. Сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять. Пятьдесят? Пятьдесят. Еее, молодец. Теперь, разрешаю позалезать на гору. Давай, несколько раз залезай. Сначала, стоп, 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 Никит. Сначала спустись на одну пониже и проверь конструкцию. Вот пошатай ее, прям сильно пошатай. Все крепко? Да. Нормально? Все, давай, пробуй, аккуратненько. Залезаешь на горку, слезаешь. Старайся так за палку не держаться, старайся залезать на колеса. То есть за палку, вдруг потом палки не будет, а ты не сможешь за воздух держаться. И аккуратненько слезай, по-разному. Да. Если палка мешает, старайся ее вдоль тела запустить, чтобы она... Опа, тихо, футболку наткнул. Это очень опасное испытание. Такое, прям для каскадеров, витязей, героев. Ну и ниндзя, конечно же. Вот. Молодец. Сейчас без палки залезу. Давай, без палки, да, аккуратненько. Ножки, ручки, молодец. Держись крепко. Если что, придерживайся за нее. Можно, можно за нее придерживаться. Молодец. Попробуй сейчас руки вверх. Стоп, не слезай. Встань, выпрямись. Одной ручкой держи за палку, а другой выпрямляй вверх ручку. Опа, красиво, молодчик. И другой. Опа, красиво, красиво. Слезай аккуратненько. Опять палка в тебя, чтобы не тыкалась, в бок ее проведи. Стоп, запутался. Футболка запуталась. Да, чтобы она в бок проходила. Так. Со второй покрышки, да, вот с нижней, на которой средняя покрышечка, ты можешь спрыгнуть красиво с кувырочком. Прыгнул, на пол приземлился и дальше кувырочек сделал. Оп. Опа, молодец. Ну, давай, дерзай. Попробуй залезть как-нибудь по-другому. Забраться на нее. Представь, что это гора какая-нибудь. Да, ну это крутое испытание. Задом наперед, да? Ага. Давай. Аккуратно. Теперь задом попробуй. Молодец, да, молодец. Так. А, ну я не встал. Да, наверно. Так. Можно перешагнуть на другую сторону и отслезть с той стороны. Сначала садись на покрышку, садись на них. Ага, вот так. Давай, да, аккуратно. Держись крепко. Тихо, тихо, аккуратно. Дару. Ты, что, Дмитрий Юрьевич, хотел туда дальше пойти? Я немного. Учеба. Мы сегодня на двух мероприятиях уже были. В пятницу по телевизору смотри нас. По идее, должны быть. Мы сейчас только с Фокус-Звездной приехали. Ну, остальные там остались. Я доехал с Сергеем Сергеевичем и с Никитой. Блин, я забыл задом. Сергей Сергеевич, он с ночной смены не спал, ничего. Конечно, в шоке, парняга. Аккуратно, аккуратно. По телеку смотри, мы были на сквере Марины Росковой. Позаряжал? Позаряжал. Ну, а, нет, ну, ручки вот так вот и ножки, да, поднимать. Там новые турники на сквере Марины Росковой установили. Ручки выше и ножки. Мы вот сегодня приезжали интервью снимать. Но сказали. Я говорю, а кого этих-то? Благодарите за администрацию. Они говорят, Бусаргина, Саратовского. Я говорю, а что, местных не упоминать? Нет, не надо. Представляешь? Не упоминать. Сказали, нет, не надо. Они говорят, не нужны местные. Это вот такие вот. Ну, это вечная войнуха. Саратов, Энгельс, там все дела. Давай, давай, ручки, ручки выше, ножки выше. Молодец. Ты можешь прям двигаться по всему залу. А сегодня были на Хоу-Звездной. Да, 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 да. Выше ножки, молодец. 4, 6, 5, 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 60, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 57, 68, 69, 69, 69, 69, 69 это летом это июнь просто съездить по это там это отменяли в те разы из-за погоды только только сегодня было только сегодня утром было и потом по дому по ремонту ножку закидывай на вторую покрышку и делай наклоны 50 на 50 наклонов к левой ноге 50 правой запрыгивать да да молодец а у нее учеба когда-то нет и прям положи ногу положи ногу выше выше прям пяточки закинь прям пяточки на покрышку сверху конечно помоги руками себе прям пяточки вот так правда вот молодец ножку прямо и наклончики 50 рассчитай только старайся до дыханием считать у нее она у и знаем учебы или по интернету сейчас расскажу сейчас короче есть госпрограмма для тех людей кто это социальные служащие не социальные служащие то есть например кто в декрете сидит или там я не знаю те кто без работы сидит там официально то что можно получить его как повышение квалификации за счет государства но там конечно всякие беспонтовые курсы типа какие-то компьютерные там парикмахер но они сертифицированные вот но вот она нашла более-менее такие вот эти вот программы король дроп фотошоп там короче два месяца типа учебы дистанционных прямую ногу Томинский университет но все равно вот она узнала до 100 тысяч эти курсы стоят если вот так если дают надо брать конечно там знаете там тоже не все так гладко то есть она вот декретница ей проще всего то есть это разумеется что они работают как бы и с них там особо отчета не требуют а вот если ты например безработный просто отучился то тебе надо в течение какого время например устроиться вот если ты не устроился сертификат не дадим ну то есть правильно а то многие могут набрать понимаешь сертификатов а потом козырятся эти она как бы решила воспользоваться то есть вот сейчас дистанционно учится у нее там несколько раз в неделю ну и так же там домашние задания выдают как бы это то есть экзамены все дела будут да да там будут модули всякие давай на правую ножку сделай теперь давай на левую Никитос а можно пятьдесят раз но это только а как получается другую ногу ты обидишь так круче было а это получается не круче давай на ту 50 она расстроится скажет что ты ей то и 50 раз сделала а это и не 50 это как одну руку помыть а другую не помыть ну чё это такое другая рука расстроится скажет зачем я не помыл или ухо давай 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 да понял ну блин браток терпи дмитриевич и и никита и соответственно ты терпеть надо да не чё терпеть ну чё какая-то ситуация такая это как бы жизнь жизненные трудности просто знаешь я иногда люди говорят кого-то на кем-то сразу вместе даже как бы не трудности это знаете как бы с одной стороны трудности а с другой стороны как бы это и плюс это хорошо с учетом того что сейчас в этом мире в некоторых странах нет питьевой воды то есть это понимание что у нас слава богу дает возможность учиться как бы кто ни крутил хоть в этом государстве но помогает хоть как бы но помогает уже хорошо не факт что люди воспользуются этими курсами они в будущем далеко не факт что это прям кто-то сможет это реализовать себя но умение работы с компьютером взаимодействие можно орешки орешки а сколько у нас времени погоди через две минуты давай ты сейчас ноги ставь на покрышку на нижнем и переходим на силовую часть ноги ставь на ловкость даже нет ноги на покрышку на г top я лично в моем случае нет ставь ноги на покрышку вниз лицом вставай вниз лицом упор лежаном и на покрышку ручкой на пул ноги на покрышку нет да вниз лицом молодец да до нет ни с лицом вниз лицом перевернись на животом вниз до закидывай ножки по кругу сейчас пройди руками и ногами пройди до в одну сторону потом в другую поехали дима сейчас я допустим даже сейчас игра жена у декрет сидит у них сложно же очень даже не физическом а моральном плане потому что он постоянно пространство как бы информации и туда не сюда как бы то есть ну а тут как бы она у меня просто вела главный момент главный момент как раз и теперь другую сторону мужчине это трудно понять потому что мы не рожаем главный момент женщина в мир привела часть себя и прям это реальная часть ее перешла и надо чем-то восполнить то есть надо вот надо общение надо вот это вот понимание нужности настоящему будущем это очень важный момент никитов не торопись красиво аккуратно проходи давай 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 ножками перебирает некий терпи терпи тяжело делать тяжело терпи нет и ноги не волочи нет ноги надо было молодец да хороший рекорд рекорд ноги надо было не волочить а так топ 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 перебирать а водичка есть собой есть сейчас погоди ты можешь попить сходить в туалет умыться сходить в туалет с чистыми руками приходишь сюда воды сначала ходишь тубзик потом умываешься все давай пей водичку и как раз небольшой перерывчик водичка до маленький глоточек ладно не садись не садись не садись никит не садись правда в ногах их стойкости хоть и говорят ногах правда нет но они обманывают нас так говорит без ног мы были бы как без рук это очень проблемно еще русская да поговорка что-то у меня руки не доходят до этого делала тоже очень интересное давай туалет умывание и сюда так по коридору не бегать аккуратно ладники если попадутся по дороге самбисты не бари никого да зови лучше сюда приглашать от 1 приходит на борь кимоношек поясок ребята не захотели но вот я принес у меня дрожишь один но на служащий ну дмитрий юрьевич им со мной служил вам штат в войсках там потом по контракту такой видов интересных парня и как на одном дискотеке в клубе его володин позывной гряди какая дискотека там клуб он выходит а его чуть не было я парни спрашиваю этого ванна видели а он приезжий вообще из деревни такой вот ну вроде закомментировки там и вот приехали на кусовку нет нет в этом парень уходит грис лыбит очень дружище он идет и володя идет он так у него руки мокрые в кровь стекает на такую идет его луча в тельняшке что такое дурюс а он большой да не встаю в туалете мне подходит какое-то тело чё тельник нацепил я такой они чё тельняшка нацепил так а что ты хотел тут а чё ты нацепил типа ответишь я говорю чем говорит ну я ему дал вещь а он упал я грачи ты в крови агрит он упал головой унитаз сломал то есть он ему так пизданул бля тут прикинь брыкнулся он здоровый а он говорит я его поднимал он его не бил поднимала там кровь разломанную прямо реально сломал унитаз представляешь то есть головой этот прямо отколол и все и володя больше в дискотеку не ходил не то чтобы не хотел но наверное считал безопаснее тельняшка там роднее тельняшки чем дискотеку так понеслась сегодня сцена датси датси слышал такого кикбоксер чемпион мира и два парня гикбоксера стоят такой же они национальности все я подхожу а чуть-чуть я руку ковырнул до этого немного кровь я подхожу вот так к ним стоят разные представители там разные вот эти вот чемпионы и прочее по разным видам спорта фокс звезды я так подхожу стою на них смотрю руки вытирают кровь и стоят вот они спортсмены сцена конечно как в этом как в кино чё не никитос братан руки чистые но пойдем помнишь маленькую жменьку бери жменька этот разных разных красивых набрал который тебе нравится и спокойненько грызешь кушаешь ладно пять минут перерыв пожалуйста не проживая не подходи к снарядам ладно никаким чтобы не подавиться и а ну ладно дмитрий юрьевич по мере температуру пора ну набери изюмочка у нет и орешка не набираем может не три юрии за поискать благодарю молодец мы же долго и счастлив все приятного аппетита диман орехи будешь давай до стоечки все все знаешь так давай докушай вы не торопись ладно каждый орешек постарайся проживать там ну по многу раз чтобы они в такую кашу превратились мы сейчас будем с тобой что думать никит нам полосу препятствий будешь проходить сама ты сможешь постелить поролоны тебе не нужны сто процентов матьки какие-то дмитрий юрьевич возьмет для элементов а ты себе остальные наберешь чтобы никому не смущать никому не мешать ты горизонт также даем вытягиваешь на горизонт иногда там между вот такие же стоечки он ты знаешь что стойки облегчают выполнение знаешь да потому что во первых да как вот это вот конструкция такая и облегчает именно потому что вот у меня во многом часто бывает очень хрупкое тело повреждается вот этот сгиб или вот этот вообще мне до усачки больно а вот прямыми руками поинтересно но надо пробовать и так может перетерпеть как сегодня мы пошли ученики ударил его рода парни пошли одного предприятия и сидим разговариваем так же гулях сидим они опыты я обычно разговаривать про разное что они учитесь на палку делать универсальный солдат находит представителя я говорю лентяй найдет возможности делаться по процессу меня и скажет ну не хочу нету ничего нету а турник бой кто скажет турник бой а турник мэн скажет да какой-нибудь заряженный который скажет и такой турник узкий широкий скользкий тонкий толстый а это целый иначе первые пробы ненужный пока видите я считаю даже подростков это пока не надо это лишнее они например чтобы раскрепоститься алкоголь начинают пробовать по кайфове побалдее стал это тем более не надо